МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Питательная сила мысли. Вкусная трапеза – это одновременно питательные вещества, которые дают организму ощущение сытости и удовольствия, за которое отвечает наш мозг. Ученые не исключают, что в будущем эти две функции удастся разделить. С целью экономии человека можно будет накормить виртуальной пищей, придумав некий экстракт, который бы обладал вкусом любимого борща с мясом, а также силой убеждения, доставляющий в мозг сигнал сытости и гастрономической эйфории. Удивительно, но факт – первые шаги в этом направлении уже сделаны. В конце 19 века знаменитый химик Берт Ло предсказал, что к 2000 году человечество откажется от традиционной пищи и перейдет на питательные таблетки. Слова ученого в чем-то оказались пророческими. Нейрогастрономия – это область науки, которая изучает влияние сенсорных раздражителей на вкусовые ощущения. Психологи из Оксфорда работают над практикой музыкального воздействия на процесс питания. К примеру, уже удалось выяснить, что люди с большим аппетитом поглощают морепродукты, если в это время играет музыка со звуками моль. Сейчас идет работа над созданием саундтрека к поеданию жареного мяса и десертов, но симфонию сытости, которая бы не только возбуждала аппетит, но и насыщала желудок, пока никто не написал. Чуть ближе к идее нейрогастрономического питания подошел шеф-повар одного из ресторанов в Нью-Йорке. Мигель Санчес Ромеро, в прошлом невролог, угощает своих клиентов, что называется, воздухом. Меню из 12 блюд, которые сложно назвать полноценными, за 245 долларов создано таким образом, чтобы воздействовать на все органы чувств посетителя. Поэтому из ресторана все уходят сытыми и довольными. Для всех блюд используются только кокос, чеснок, имбирь, трюфери, сушеная черника, анис, цедра мандаринов и гвоздика. Такой букет ингредиентов не требует серьезных затрат, но обеды из них получаются очень питательными и низкокалорийными. Секрет кухни Ромеро состоит в специальном питательном соусе, который изобрел сам повар. Шеф назвал свою гастрономическую инновацию «косавией». В ее основе корень маниоки и нет ни грамма жира. Паста вбирает любой аромат и принимает любую желаемую текстуру. После трапезы с такими ингредиентами чувствуется насыщение и легкость, а не тошнота, как обычно после обильных пиршеств. Экспериментатор утверждает, что мы воспринимаем еду не столько желудком, сколько мозгами. С этим мнением трудно не согласиться, ведь самые обычные макароны в известном ресторане кажутся нам гораздо вкуснее, чем дома. Другой идеей нематериального питания является солнцеедение. Мы знаем нескольких таких солнцеедов. Не употребляя в пищу никаких продуктов, они якобы могут преобразовывать солнечную и космическую энергию в силу, которая дает бодрость и сытость. Секрет солнечного питания утверждают его приверженцы в специальной дыхательной практике, которая требует долгих лет подготовки. Подышав, кто-то на завтрак может съесть воду с медом, кто-то добавляет в рацион ложечку сахара, а кто-то предпочитает солнце в чистом виде, без добавок. Благодаря такому питанию температура тела не повышается выше 36 градусов, дыхание замедляется, организм как будто омолаживается. Самая известная солнцеедка на Западе – писательница Элен Греф. Она утверждает, что обходится без еды с 1993 года и на данный момент разработала курс плавного отказа от пищи. Главный постулат этой методики в том, что солнцеедение освобождает от основного мучающего нас первобытного ужаса – страха смерти от голода. Самая знаменитая русская солнцеедка – пенсионерка Зинаида Баранова – проживает в Краснодаре и уже 12 лет ничего не ест. Как утверждает женщина, по силам она даст фору 18-летним. Сторонники солнечного питания уверяют, что отказ от еды приведет человечество к долголетию, раскроет новые способности, а может и сделает нас бессмертными. Мечты о сверхвозможностях портит статистика. Случалось, что люди после лекций опытных солнцеедов отказывались от еды и, не дождавшись результатов, умирали от истощения. Так что мясо ешьте, а кости выплевывайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова